Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Во Дворце угольщиков состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики Башкортостан. В его рамках, кроме прочего, провели церемонию награждения, почетные грамоты, знаки отличия и благодарственные письма. Вручили особо отличившимся горожанам. Накануне Дня Республики во Дворце угольщиков состоялось торжественное мероприятие. На праздники собрались представители партии, руководители предприятий и учреждений общественных организаций города. Кумертау – это часть большой многоциональной республики. Своими традициями и яркими делами жители нашего города привносят свою долю в развитие республики. Уважаемые горожане, у нас сегодня праздник. Это годовщина объявления Республики Башкортостан. Так получилось в истории, что получилось два праздника. В 1919 году образовалась Башкирская автономная Советская Социалистическая Республика. И мы в предвкушении празднования Совета сегодня живем. Большие мероприятия намечаются и в экономической сфере, и в политической сфере, и так далее, и так далее. Сердечно поздравляю вас с праздником Днем Республики. Очень рады, что этот праздник мы всегда отмечаем вместе, живем дружно. Нет никаких у нас распределений. Хотелось бы, чтобы так было, как сейчас, какая у нас обстановка. Дружно всегда мы празднуем, отмечаем праздники, чтобы это было всегда. Поздравляю всех жителей города Кумертау и Республики Башкортостан с таким замечательным праздником, как День Республики. Желаем всем провести этот дополнительный выходной день с пользой для себя и для своих семей. Здоровья всем и благополучия. С момента принятия декларации о государственном суверенитете Республика стала одним из наиболее стабильно развивающихся регионов страны. О жизни нашего города рассказал в своем докладе мэр нашего города Борис Беляев и поздравил кумертаусов с Днем Республики. Сегодня, в такой замечательный осенний день, мы отмечаем праздник нашей малой родины, День Республики Башкортостан. Наш регион, который отметит в следующем году свое столетие, это территория развитой, эффективной экономики, комфортная для проживания всех поколений, перспективная для бизнеса и инвестиций. Самое главное, это регион стабильности, межнационального и межконфессионального согласия. Созидательное, совместное проживание многих народов и сейчас, и сто лет назад создает свое основы развития и является главными ценностями жизни. А талантливый народ Башкортостана – основное богатство и двигатель позитивных перемен и развития. После поздравительной речи продолжилось мероприятие, церемонии и награждения. Почетными грамотами, знаками отличия и благодарственными письмами были награждены отличившиеся горожане. Также подарки от главы республики получили золотые юбиляры семейной жизни. С праздником всех собравшихся также поздравил почетный гость, заместитель министра финансов республики, начальник управления по регулированию контрактной системы Гульнара Сахабудзинова. Осталось два месяца до наступления юбилейного года – 100-летия образования республики Башкортостан. Указ был подписан еще в 2016 году о том, что эти мероприятия будут праздноваться. К этому юбилею нам предстоит завершить более 110 объектов общей стоимостью 44 миллиарда рублей по всей республике. Часть из них уже сдана. Это 20 школ, детских садов, культурных центров, новых поликлиник. Самое главное, что строятся новые заводы, модернизируются существующие производства, появляются новые рабочие места, так необходимые каждому муниципальному образованию. Настоящим подарком для собравшихся стал большой концерт с участием лучших творческих коллективов нашего города. В программе сольные номера, выступления ансамблей и театрализованные постановки. В завершении праздничного мероприятия состоялась премьера песни, написанная к 65-летию родного города, гимн Кумертау, в исполнении автора и композитора Алексея Терехова. ПЕСНЯ Рината Гайсина, Артем Беляев, телекомпания «Арис». Кумертаусцы приняли участие в четвертом форуме для специалистов по вопросам защиты прав и интересов детей под названием «Мегаполис. Территория детства». Мероприятие объединило 37 регионов нашей страны и более 350 специалистов этой сферы. Городской округ на этом форуме представили секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и методист управления образованием. Патриотическому клубу «Гефест» вручили сертификат на 60 тысяч рублей. Награждение прошло на окружном слете поисковых отрядов под названием «Никто не забыт». В рамках мероприятия отметили победителей конкурса «Лучший военно-патриотический клуб». «Гефесту» по его итогам достались второе место и сертификат на 60 тысяч рублей. 10 октября в конференц-зале администрации состоялось заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи. Обсудили подготовку к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, а также вопросы организации воспитательной работы в школах и учреждениях дополнительного образования. В состав Координационного совета по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи входят руководители и специалисты различных организаций и учреждений. Это представители Совета ветеранов, военкоматы, Управление образования и культуры, отдел молодежной политики, администрации, городского архива, военно-патриотического клуба и многие другие. Задача перед Советом стоит одна – воспитать достойных граждан страны, сохранить историю. Есть сейчас современное направление, есть хай-тек, а есть хай-хью. Это высокие гуманитарные технологии, совокупность знаний, духовных и культурных ценностей, а также методов передачи информации организующих людей и побуждающих их к действию. Это хай-хью – это новое направление знаний. Это как раз гуманитарный цикл. И сейчас эти знания гуманитарного характера будут превалировать. Вот мы говорим в ногу с современными технологиями и параллельно мы должны развивать нравственные качества человека. В ходе расширенного совещания было рассмотрено пять тем. Одна из них – подготовка к празднованию 75-летия победы Великой Отечественной войне. Юбилейные даты будут отмечаться в 2020 году. Но готовиться начинать к празднику нужно уже сейчас, отметила заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Руководителям были даны конкретные поручения по организации мероприятий и обозначенные сроки. Это в том числе написание сценария, оформление города, формирование базы данных ветеранов и тружеников тыла для организации поздравлений. Будут также подготовлены таблички на военной технике в Парке Победы. И многие другие работы запланированы начать уже в ближайшее время. План к 75-летию Победы мы должны запланировать и провести акции по уборке старого кладбища. Старое кладбище, которое находится в районе Логовой до 9 мая 2020 года, потому что там не один раз нужно убираться, это нужно раза два, а то и три выходить, нужно будет организовать. Всем участникам совещания рекомендовано подготовить предложение по организации празднования юбилейной даты. Обсудили также планы работ на ближайшее время. Так сегодня определяется дата приема желающих в ряды юноармейцев. Предполагаемая дата – ноябрь-декабрь текущего года. Всего, как отметил директор ВПК ГЕФЕС Александр Лапшин, в республике 63 отделения юноармии. Они объединены в 11 кустовых отделений. Одним из крупных из них является Кумерталское. Нет такого, чтобы вот прям огромное количество, чтобы туда принимать. Здесь главная задача поставлена на качество, чтобы ребята туда шли те, которые хотели бы принимать участие в этой работе юноармейской подготовки к армии. И нет ограничений абсолютно, если вы читали устав юноармии, там нет ограничения, что кто туда вступает. В завершении участники заслушали информацию о работе местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры и Победы». В основном это формирование архива о героях, ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла. Кроме этого проводятся акции, конкурсы и благоустройство памятных мест. Также помощь ветеранам у нас осуществляется в течение всего года именно в каких-то бытовых вопросах. Потому что многие ветераны, они живут в своих домах и чисто физически некоторые не могут осилить, допустим, откопку своего дома от снега. И вот как на слайдах видите, у нас еще есть благоустройство памятных мест. В ходе совещания также обсудили план проведения еще одной крупной даты. Это 20-летие Республиканской общественной организации «Соборы русских». Площадкой для проведения мероприятий обозначен в том числе и наш город. Также были рассмотрены итоги единого государственного экзамена по истории, общественному знанию и географии. В ближайшее время будет подготовлен анализ по уровню знаний учащихся по данным предметам в школах города. Айгуль Мухамедшина, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Это последнее сообщение выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин